Всем привет! Это Квартирный контроль, это его ведущая Мария Федорова, а это наш сегодняшний герой. Очередной проект от группы компании ПИК Павлова-40. Жилой комплекс строится в западном округе Москвы в районе Кунцево всего лишь в 7 минутах ходьбы от станции метро Молодежная. Кунцевский район кажется любимчик группы компании, потому что Павлова-40 далеко не единственный проект, который строится в этой локации. По соседству строится практически ближайший родственник этого проекта, жилой комплекс академика Павлова. Но не нужно думать, что Павлова-40 является его второй очередью. Это уже совершенно новая история. Сосед, как видно, находится на гораздо более высокой стадии готовности, однако сроки сдачи этих двух проектов отличаются несущественно. Все подробности о жилом комплексе вы найдете на портале «Квартирный контроль» на странице ЖК Академика Павлова. Просто зайдите на наш сайт и забейте название в строке поиска. Вот мы с вами видим на информационном щите, что жилой комплекс состоит из трех корпусов. Но на самом деле это один дом, состоящий из трех секций, высотой от 11 до 26 этажей. Под землю комплекс уходит на два этажа, там разместится паркинг и кладовки. Всего в доме запроектировано 305 квартир и на них приходится 233 машин и места в подземном паркинге. Количество кладовок ориентировочно 170 штук, метражом от 3 до 10 метров. Наземный паркинг здесь, конечно же, тоже есть, он протянется вдоль проезда. И это, кстати, будет единственный проезд на всей его территории. Остальной участок уже будет без доступа машин. Для пешеходов дворовая часть будет открыта, потому что все первые этажи жилых корпусов будут отведены под коммерцию. Дворы между секциями, конечно же, займут игровые зоны, зоны отдыха и спортивные площадки. Подъезды в домах расположены на уровне земли, именно такие, которые мы не раз видели в обзорах других проектов группы компании ПИК. Работы на площадке начались не так давно, в начале лета текущего года. Окончание же строительства намечено на четвертый квартал 2020-го. Сегодня, как мы видим, ведутся потлованные работы. Заливка бетона еще впереди. Квартирография трех секций отличается. Студии мы увидим только во второй секции. Здесь, кстати, нет классических однокомнатных. А в первой секции мы не найдем четырехкомнатных предложений. Теперь посмотрим на диапазон метражей тех вариантов, которые представлены в продаже в августе 2018 года. Студии. Тут разброс невелик. Это квартиры 21,6-21,7 квадрата. Однокомнатные от 41 до 43 квадратных метров. Двухкомнатные от 58,5 до 65 квадратов. Трехкомнатные от 81 квадрата до 101,5 квадратных метров. Четырехкомнатные от 101,5 до 103 квадратных метров. Наше скромное мнение о планировочных решениях мы приводим на портале «Квартирный контроль». Здесь мы обращаем ваше внимание на основные достоинства планировок. Существенных недостатков, честно говоря, мы не нашли. Квартира передается покупателям без отделки и без внутренних перегородок. Высота потолков в черновом варианте 2 метра 85 сантиметров. Минимальная стоимость квартир в августе 2018 года 4 миллиона 955 тысяч рублей. Машины места в подземном паркинге и кладовке в продаже на момент нашей съемки не представлены. И ориентировочную стоимость отдел продаж пока не называет. Из-за забора комплекса пока еще ничего не видно, поэтому о технологии его строительства мы расскажем рядом с его соседом и, можно сказать, старшим братом, жилым комплексом академика Павлова. Комплекс строится по монолитной технологии. Монолитным будет его каркас. Наружные стены здесь панели, состоящие из нескольких слоев. Бетон, утеплитель, бетон и сверху облицовка. Как мне сказали в офисе продаж, это будет керамическая плитка. Вот я вижу, что на стыках между панелями торчит в некоторых местах монтажная пена. Это, конечно, не очень хорошо, но, как пишут в проектной декларации, здесь класс энергоэффективности А. Это очень высокий класс. И также на форумах указывают, что дома этого типа, пиковские дома, очень теплые, и даже зимой жители перекрывают отопление. Оконные проемы в Павлова 40 будут от 1,55 м шириной до 1,80 м. Вот таких вот узких проемов там не будет. Высота оконных проемов 1,90 м, а подоконник окажется на уровне 50 см. В доме не предусмотрены ни балконы, ни лоджии. Наружные блоки кондиционеров вы сможете разместить на общем техническом балконе. Жилой комплекс строится на месте снесенной пятиэтажки, и по соседству здесь остаются еще два дома такого же формата. Они также будут в перспективе снесены. Что будет на их месте, ну, очевидно, это будет также жилой комплекс. Кто будет заниматься строительством, неизвестно, но, как мне сказали в офисе продаж, это будет уже не группа компании ПИК, а другой крупный застройщик. Вероятные сроки расселения штука очень подвижная, и собственники квартир в пятиэтажках не рассчитывают на переезд в середине осени. Ведь близкая перспектива получения новой квартиры позволила бы терпимее относиться к происходящему за забором. Но жители периодически все-таки протестуют против строительства. Возведение жилого комплекса «Академика Павлова» тоже не пользуется поддержкой обитателей соседних домов. Если вы уже изучали формы по жилому комплексу «Павлова-40» или «Академика Павлова», то наверняка знаете о конфликте интересов между ПИКом и жителями сороковых домов по проектированному проезду. Заключается он в том, что ПИК, планируя расширить территорию своей застройки, собирается перенести проектируемый проезд ближе к домам и сделать это за счет двора. То есть проектируемый проезд окажется ближе к жилым домам. Жители, конечно же, с этим категорически не согласны, но для ПИКа этот вопрос уже решенный. Он для того, чтобы компенсировать детские площадки, жителям построил напротив пятерочки новую площадку с игровыми зонами, с зоной work-out. Но, тем не менее, жителей, конечно же, можно понять. Во-первых, совершенно не хочется расставаться с этим прекрасным двором, совершенно не хочется под своими окнами видеть довольно-таки оживленный проезд. И вот этот конфликт уже доведен до суда, суд состоится со дня на день, а значит, точка в вопросе переноса проектируемого проезда еще не поставлена. Как мы увидели, в 10 минутах ходьбы от будущего комплекса находится супермаркет класса «Эконом» – большой двухэтажный магазин. Очевидно, что после окончания строительства соседнего ЖК дорога до пятерочки станет короче. Но все-таки, если говорить о магазинах тапочной доступности, то будущим жителям нужно рассчитывать на те предприятия торговли, которые откроются на первых этажах жилого комплекса. Ближайшая точка масштабных закупок – Ашан, в здании торгового центра Концева Плаза. Пешком идти сюда километр, а на машине ехать около трех. С количеством объектов социальной инфраструктуры здесь все очень даже неплохо. Сразу за стройплощадкой два корпуса детского сада. Также в нескольких шагах два здания школы. Есть еще кадетский корпус, а в пяти минутах ходьбы – детская поликлиника. Но если говорить о наличии мест в образовательных учреждениях, то, по словам жителей района, уже сегодня их недостаточно. Заглянув в публичную кадастровую карту, между будущим жилым комплексом и школой можно увидеть участок под объект амбулаторно-поликлинического обслуживания. Выходит, что в перспективе поликлиника окажется совсем рядом. Между жилым комплексом «Академика Павлова» и «Павлова-40» находится такой вот зеленый массив. Здесь царит потрясающий запах такого вот настоящего леса. Ну и, судя по его состоянию, это тоже диковатое такое вот местечко в этой части района, потому что явно местная управляющая компания здесь не занимается уборкой. Местные жители также, судя по всему, не так много внимания уделяют чистоте. Я не знаю, каковы перспективы вот этого вот кусочка парка, но знаю точно, что жителям будущего жилого комплекса «Павлова-40» следует запасаться мусорными мешками и перчатками, чтобы самостоятельно навести здесь порядок. Этот зеленый массив разделен пополам на городскую территорию и территорию бывшей больницы номер 31. По сути, здесь и после благоустройства не разгуляешься. Гораздо больше для прогулок подойдет лесопарк между проектируемым проездом и Рублевским шоссе. Квартиры в жилом комплексе реализуют с подговору долевого участия в строительстве. С подробностями сделки вы можете ознакомиться на портале «Квартирный контроль». На странице ЖК есть специальный раздел «Схема покупки». А ниже приведен список банков, готовых предложить ипотеку. Мы завершаем наш первый обзор жилого комплекса «Павлова-40». И если он вам понравился, то делитесь впечатлениями. Сделать вы это можете, нажав большой пальчик вверх на канале YouTube или написав комментарий на нашем портале «Квартирный контроль.ру». Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, и мы их зададим в свою очередь представителю компании-застройщика, когда приедем сюда во второй раз. На сегодня у меня все. Как всегда, желаю вам правильного выбора и до встречи!